Будете задавать свои вопросы. Добрый вечер, уважаемые товарищи. С горем поплав немножко мы начали наше общение. Ну вот наше общение идет по определенному такому русскому. Мы сегодня попытаемся с вами поговорить о таких проблемах, которые беспокоят практически все население земного шара. Потому что человеческая жизнь и существование организма человеческого сопровождается разными факторами. Во-первых, после рождения человек, как ни странно, сразу начинает стареть. Он подвергается воздействию внешней среды. Он подвергается атмосферным каким-то воздействием. Питание, экология, условия жизни, стрессовая ситуация. Значит, все это оказывается... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Подолжительность» Говорить, да? Ну вот, начнем еще. А вот здесь вот мне пишут, что слышно, слышно. Значит, звук есть. Ну и вот я так пытаюсь вскочить на подножку уходящего состава. Значит, вот в течение жизни человеку нужно помогать немножко коррегировать свое состояние. Потому что с течением времени выделяются какие-то, нарушается метаболизм, происходят изменения, формируются какие-то заболевания. На данном этапе известно, что люди до 15 лет имеют три более хронических заболеваний. Ну, естественно, условия нашей жизни, условия работы, возраст накладывают определенные негативные отпечатки. И поэтому нам нужно каким-то образом выравнивать баланс в организме. Значит, вот вам известно, наверное, что имеются гены в организме, и их достаточное количество, которые ведут контроль за жизнедеятельностью клетки организма. Вот нормы считают, что каждая клетка организма может изменяться, но она может обновляться примерно 50 раз. И для того, чтобы не было изменений более 50 раз, чтобы не возникали процессы, так называемые, пролиферации, существуют гены, которые следят за физиологическим изменением клетки. Если на определенном уровне развития клетки или трансформации изменений клетки в клетке происходят какие-то изменения, какая-то часть клетки не проходит через специальный АТК, который существует в организме, то эта клетка должна подвергаться изменению. То есть какие-то блоки в этой клетке должны удаляться и закционовыми. И если после этого клетка все равно не проходит через АТК, то тогда включаются такие механизмы, они в научном мире называются апоптос. То есть... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Именно все говорят, а почему именно альфа-нектар? Потому что вся наука говорит о том, что в организме за один год выделяется примерно 2 килограмма свободных радикалов. Свободные радикалы – это то, что является продуктами жизнедеятельности. И эти 2 килограмма свободных радикалов нужно каким-то образом выводить из организма. Почему? Потому что наша клетка организма подвергается примерно 10 тысячам ударов. И все было хорошо, потому что физиологические свойства клетки такие, что вот эти удары или механические повреждения, которые получает клетка, они нивелируются. И только 2% вот этих травм клетки, они не могут нивелироваться самой клеткой. И вроде бы 2% и это не так много, но на следующий день появляется уже 4%. То есть в геометрической прогрессии вот эти нарушения остаются, и они увеличиваются постоянно. И клетка уже не может полноценно функционировать. Я вот в начале нескольких вот этих попыток наших говорил, что клетка имеет гены, которые смотрят за тем, чтобы она нормально функционировала. Вот есть гены, которые говорят, что клетка должна делиться не более 50 раз. Клетка должна иметь защиту от внешних повреждений. Есть этот рецептор такой АН. Вот если мы с утра, допустим, вот этот рецептор не займем антиоксидантами, а антиоксиданты это образование, которое имеет водород, активный водород в своем составе. А свободные радикалы это образование, которое не имеет активного водорода, но имеет место, где прикрепляется вот этот водород. И свободные радикалы, они стараются отобрать вот этот водород антиоксидантов, и тогда они становятся сами антиоксидантами и спокойно выводятся из организма. А вот тот антиоксидант, который отдал водород, если у него больше нет соединений водорода, он становится свободным радикалом. Это примерно приблизительно вот такая грубая схема отличия хороших антиоксидантов от плохих антиоксидантов. Кроме этого, ну вот на рынке существует масса антиоксидантов, которые обещают нам долгую счастливую жизнь. Другое дело, что не все антиоксиданты в самом деле удовлетворяют этому определению. Почему? Потому что свободные радикалы, это будем так вот называть их, так вот шлаки, вот они бывают, происхождение их бывает от кислорода и от азота. Угадать, какой у нас в организме вырабатывается свободный радикал, практически невозможно. Нужно проводить длительные колоссальные исследования. И поэтому пришли к заключению, стали искать универсальный антиоксидант. Оказалось, что универсальным антиоксидантом является водород. Вот в альфа-нектаре, это единственный из антиоксидантов, у которых есть водород. Там 4% водорода. И водороду практически, ну так будем говорить, что все равно, какой свободный радикал, от кислорода или от азота, он все равно проникает в него и разрушает его. Поэтому вот такое, вот одно из уникальных свойств альфа-нектара. Кроме этого, в состав альфа-нектара входит черно-смородина и черная бина. Опять же, если вернуться к историческим данным, то в народе обычно говорят, если вы применяете черную пищу, черные фрукты, черные овощи, то тогда у вас будет все в порядке. Вот на этой фабуле построен состав альфа-нектара. В состав его входит черная смородина, черная рябина, мед, ну и водород, и кислоты. И зачастую нам говорят, что вот как же вот так интересно. Ну понятно, водород это уникальный антиоксидант, мед тоже понятно, черную смородину, черную рябину можно на даче собрать и съесть, и зачем заводиться с какими-то антиоксидантами. Ну уже доказано, для того, чтобы вот в одном флаконе альфа-нектара, там емкость 25 миллилитров, чтобы вот на одну дозу альфа-нектара набрать черной смородины и черной рябины, нужно по крайней мере с 6 соток съесть всю смородину и рябину, и еще килограмм меда съесть. От этого, я думаю, большой пользы не будет. Поэтому вот не получается вот так, чтобы заменить это все ягодами и фруктами. Ну и потом, вы знаете, это известно не только науке, и каждой хозяйке известно, что одно дело, когда вы срываете плод, овощ или фрукт, или ягоду с куста и употребляете. Это одно. А если вы положили, и оно полежало 24 часа, ценности минимальные становятся. Кроме этого, в составе альфа-нектара имеются такие соотношения, ингредиенты, как янтарная кислота, глюкоза, фруктоза, витамины группы В, витамин Е, витамин С, железо, кальций, магний, марганец, калий, селен, йод, то есть эссенциальные витамины и микроэлементы, то есть незаменимые присутствуют в альфа-нектаре. Кроме этого, состав его так подобран, соотношение, потому что очень важно подобрать соотношение витаминов, микроэлементов, хотя и они необходимы, чтобы они действительно соблюдали пропорцию, чтобы не было диспропорции. В отношении, нужно еще сказать, в отношении водорода. Водород не только является уникальным антиоксидантом, он еще обладает способностью, который сохраняет нормальную микрофлору в организме. Вот в каждом живом организме человеческом примерно 0,5% составляют микроорганизмы, которые находятся в толстом и тонком кишечнике. И очень важно, чтобы была, сохранялась подложка. Что такое подложка? Это покровный эпителий, который бы покрывал витаминные микроэлементы на слизистой кишечнике, чтобы создавались физиологические условия для функционирования нормальной микрофлоры. И вот здесь иногда задают вопрос, а, допустим, а если применять другие сорбенты? Ведь существует масса сорбентов, тут же братья активированный уголь принимают, тем более он известен и уже сотни лет применяется. Здесь немножечко, вот, небольшая неувязка получится. Почему? Потому что естественные, я говорю о естественных сорбентах, как самых лучших сорбентах. Они оставляют после себя след. Они оставляют след на слизистой, на эпителии толстого и тонкого кишечника, тем самым они нарушают перистальтику в дальнейшем кишечника, и они уничтожают подложку, то есть покровной такой эпителий, который покрывает микрофлору. Тем самым создают состояние дисбактериоза и дисбиоза кишечника, что не есть хорошо. Я вот здесь отметил, что субстанция альфа-нектар растительного происхождения, в состав которой входят высокоактивные компоненты, оказывающие антиоксиданты, воспалительные, иммуномодулирующие свойства, и они восстанавливают кислитно-восстановительный потенциал. Нормализуют уровень мочевой кислоты, восстанавливают ламинарный кровоток в органах малого таза, нижних конечностях, улучшая микроцигуляцию, урологические свойства крови обладают анестезиологическим эффектом. Вот как это более просто объяснить? Вот в организме, в человеческом организме мы знаем, что сердце является мотором, который перегоняет кровь. И нам всегда казалось, что кровь в организме трансформируется и движется за счет работы сердца. Но оказалось это не совсем так. Только 50% крови перегоняется по организму за счет сердца, а 50% за счет мелких сосудов, вену и артериол. А это, они находятся в нижних и верхних конечностях, в отдаленных местах. И вот очень многие люди страдают варикозным расширением вен, тромбофлебитом, недостаточностью кровообращения. В результате каких-то экстрагенитальных заболеваний, например, сахарного диабета, облитерирующая эндертрита, несколько нарушается кровообращение. И очень важно, чтобы кровообращение вот в венулах и артериолах, а это самые тонкие концевые сосуды, сохранялся кровоток. Вот при длительном применении альфа-нектара создается повышенный тонус вот этих сосудов, и венулы, и капилляры, они настолько тонки, то есть их просвет их равен размеру клетки. И вот если вы применяете альфа-нектар, то вот в этих венулах и капиллярах существует тонус вот этих сосудов, и осуществляется кровоток. И это является профилактикой тромбозов, варикозных расширений вен, тромбофлебитов, и это является профилактикой инфарктов, инсультов. Вы знаете, что все тромбоэмболии, тромбы в основном выскакивают из-под коленной ямки. Поэтому кровообращение в нижних конечностях на фоне длительного применения альфа-нектара является великолепным как профилактическим методом, так и лечебным методом. То есть это вне зависимости от времени. Если, например, человек лечился, то на стадии реабилитации применение альфа-нектара является великолепным восстановительным средством, реабилитирующим средством. Мы обращали внимание на работу кишечника. Вот перистальтика кишечника для того, чтобы человек долго жил, не обязательно, чтобы, вот, смотри, вот работа сердца, легких, там, печени, почек, но большое значение имеет еще функционирование кишечника. Вот если у вас нормально функционирует толстый, тонкий кишечник, значит, залог того, что будет продолжительная и счастливая жизнь. Но если вернуться немножко, так сказать, по лестнице вверх, то мы должны помнить о том, что пищеварение начинается с ротовой полости. Поэтому мы настоятельно рекомендуем тем лицам, которые вот применяют альфа-нектар, методика применения альфа-нектара тоже своеобразная. Не надо применять альфа-нектар примерно как вот на Новый год. Вот наливаем фужер или прямо из этого флакончика залп выпиваем 25 миллилитров. Это категорически не рекомендуют. Значит, нужно принимать его с перерывом примерно за 8 раз, вот, подхода в раз. Через секунду можете повторить глазок. То есть вы так же, как вы, например, пробуете хорошее вино. И тогда у вас в вкусе, послевкусе от применения альфа-нектара будет разительно отличаться от того, если вы выпьете это залпом. Кроме этого, вы помните, что там в состав альфа-нектара имеются кислоты. Ну, если я понимаю, что вы, наверное, лучше меня все знаете, химию, и знаете, что каждая кислота диссоциирует на водород и соль. Так вот, альфа-нектар устроен таким образом, чтобы кислота поступала сразу, уже в ротовой пульс, если вы маленькими глоточками медленно потребляете, у вас мгновенно водород начинает всасываться в магистральные сосуды и идет всасывание в головной мозг. Это очень важно, например, если у человека есть нарушение кровообращения в головной части мозга, или после инсультов, инфарктов, после гипертонических кризов, или на фоне гипертонических кризов, на фоне сахарного диабета, на фоне наличия хронических заболеваний. Мы обращали внимание, при травме шейного отдела позвонка, там есть кровоизлияние. У нас есть специальная аппаратура, где мы можем находить даже родовые травмы. Вот эти кровоизлияния, они сохраняются длительное время. Вот применение альфа-нектара создает условия для рассасывания этих гематом и аспирации продуктов, вот в результате инфарктов и инсультов, там и распада, как бы назад аспирация вот этого содержимого. Человек намного раньше восстанавливается. Дальше мы идем. Значит, желудок. Попадая в желудок, очень многие говорят, что вот очень в России, да и вообще, наверное, в мире у многих пациентов имеется заболевание желудка и кишечника, гастриты, язва желудка. И говорят, а как же так, у нас язва желудка и применение альфа-нектара, который содержит значительное количество различных кислот, не усугубляется ли это состояние? Спешим вас обрадовать, что кислотность, которая имеется в альфа-нектаре, ни в коем мере не идет в сравнении с соляной кислотой, которая присутствует в желудке. Кроме этого, альфа-нектар способствует восстановлению муцинозного слоя слизистой желудка и кишечника. То есть вот слизистая желудка покрыта слоем муцина, который предупреждает поражение соляной кислотой, которая есть в желудке, поражение вот слизистой. Альфа-нектар способствует восстановлению муцином и тем самым предотвращает негативное влияние на прегастритах и язвах. Ну еще для справки вам скажу, что язва желудка вообще в научном мире, говорят, что она вообще формируется больше за счет инфекции. Но вместе с тем, вместе с тем мы и здесь, так сказать, дальше идем. Переход из желудка в двенадцатиперстную кишку. Значит, в желудке пища находится два часа. Применение альфа-нектара способствует лучшему перевариванию содержимого желудка. Желудок, содержимое пищи лучше переваривается, она становится мелкодисперстной и происходит лучшее всасывание его. Ну, в двенадцатиперстной кишке пища еще не всасывается, она начинает всасываться в тонком и толстом кишечнике. Однако же в двенадцатиперстной кишке существует фатеровый сосок, который дает команду на выделение желчи и секрета поджелудочной железы. Но вот применение альфа-нектара показано, резко активизирует работу фатеровых сосков. И он вовремя включается для того, чтобы каждая порция пищи, которая поступает из желудка в двенадцатиперстную кишку, она подвергалась воздействию желчи и поджелудочного соска. Дальше идем. Тонкий и толсткий кишечник. Естественно, ну, вы все слушатели, конечно, я думаю, что очень дисциплинированные, но я знаю и себя отношу к тем лицам, которые не всегда дисциплинированно принимают пищу. Так вот, если нарушается осознание белков, жиров и углеводов, если вы любите белый хлеб или вот лепешки такие азиатские, да, я ничего не имею против, так сказать, Азии, но вот лепешки, которые приготовлены на большом количестве дрожжей, соды, они вызывают резкое изменение в слизистой, толстого и тонкого кишечниках. Образуется, пища образуется в виде комочков таких, которые отлагаются на слизистой, толстого и тонкого кишечника. Замедляют, забиваются ворсинки, которые снабжают слизистую, толстого и тонкого кишечника. Поэтому применение альфа-нектара и вот, я и повторяю, наличие слабых кислот позволяет растворять вот эти, очищать ворсинки и улучшать перистальтику кишечника. Кроме этого, мы должны помнить, что любая пища, любая вода, которую мы потребляем, кроме той, которую мы рекомендуем, электрохимически активированной воды, и потом, если будут вопросы, то мы, да, то мы, таким образом, мы, альфа-нектар увеличивает плотность слизистой кишечника и он предотвращает всасывание токсинов. И токсины нейтрализуются и спокойно выводятся из организма. Таким образом, улучшая или сохраняя перистальтику тонкого и толстого и тонкого кишечника, мы создаем условия для нормального функционирования организма. Я вот, когда начинал, я немножко говорил вам о состоянии клетки. Вот у клетки есть вот эти гены, и в течение времени за счет воздействия неглобориатных факторов выпадают какие-то гены, они нарушаются. И тогда возникает состояние, когда вырабатываются проонкогены. Нарушается выработка щелочной фосфатазы, выделяются эндотоксины. Поэтому от применения антиоксидантов, в частности альфа-нектара, оно увеличивает выработку щелочной фосфатазы, которые следят за тем, чтобы гены не происходило изменения. И наша клетка, которая уставшая, которая подвергалась воздействию разных метаболических изменений, которая подвергалась воздействию антиоксидантного стресса, перевод кислородокисления липидов, она лишается липидной оболочки, и она начинает страдать. И она не проходит через так называемого ТК организма, который определяет, есть ли изменения в ДНК или нет. Так вот, альфа-нектар за счет того, что он создает условия, когда липидная оболочка клетки не нарушается, когда она сохраняется, и он предупреждает переоркесное кислородокисление липидов. Применение альфа-нектара предупреждает воздействие антиоксидантного стресса. Но если вот так проще сказать, что клетка – это женского пола, она сидит, ну, так сказать, идет в большой театр норковой шубы. И вдруг, так сказать, какой-то вот нехороший терроритур, который называется свободным радикалом, подбегает и снимает с нее норковую шубу. Вот альфа-нектаром является органом правопорядка, который предупреждает изъятие норковой шубы у благонадежной клетки. Таким образом, сохраняется и благосостояние клетки, не нарушается ее психическое состояние, она великолепно идет и смотрит в Большом театре оперу. Вот такое воздействие альфа-нектара. Затем, значит, я должен сказать, что такое антиоксидантный стресс. Это вот то состояние, когда клетка не может, или организм не может предотвратить мощный вал вот этих свободных радикалов, нарушение метаболизма, нарушение гормонального профиля, возникновение депрессии, ну, каких-то неблагоприятных ситуаций. И тогда развивается переокисное окисление липидов. Доказано, что процесс переокисного окисления липидов начинается с реакции и инициирования цепи, вследствие которой образуются супероксидный и гидроксильный радикал. Ну вот, когда клетка, грубо говоря, начинает разрушаться. И если вы своевременно назначаете антиоксидант, достаточно эффективный, каким вот мы позиционируем альфа-нектар, не потому, что мы его любим, а потому, что там есть черная смородина, черная рябина, водород, мед, кислоты, да, которые постоянно в мере прохождения через весь организм выделяют водород и предохраняют развитие переокисного окисления липидов. Предупреждение появления целого ряда более устойчивых вторичных продуктов окисления, когда меньше образуется альдегидов, кетоновых тел, молонного альдегида. То есть человек как бы начинает по-новому, клетка и сам организм начинают по-новому функционировать, и как бы появляется, ну вот знаете, когда человек находит вдруг миллион, с неба падает, вот он примерно так и клетка начинает чувствовать вот такой гандикап, прилив к жизни. Нет. Мы должны вам еще рассказать еще вот о безуниверсальной вот такой эндогенной защите, нормальной существовании организма в биосфере Земли в условиях загрязненной атмосферы, естественно радиационного фона и ультрафиолетового излучения Солнца невозможно. Поэтому организм должен обязательно получать антиоксидант, вот этот современный антиоксидант. И вот единственное, что я всегда только предупреждаю, некоторые, получив вот этот благоприятный эффект, говорят, давайте мы его увеличим, давайте будем примять 10 флаконов в день, там 5-6 флаконов. Я всегда бы говорил, что ориентируйтесь на получение терапевтического эффекта. Вот, допустим, мне достаточно там двух флаконов, вот кому-то достаточно трех флаконов. Ориентируйтесь на состояние супероксидизмутаза, каталазы, концентрации налонового олигина, то есть эффективности появления вот уровня щелочной фосфатазы и общего состояния организма. Вот, потому что если вы достаточно, вот, санируете свой организм, то вы на этом уровне можете великолепно существовать, и у вас не будет возникать, как бы, состояние, когда вот я все хочу подобрать, вот, не знаю, как вот сказать, окислительное восстановительное фосфорилирование, не очень понятно, но вот я попробую вот так, по-простому сказать, что вот организм получает кислород для дыхания, и 98% идет его на дыхание, а 2% идет на то, чтобы вот противостоять свободным радикалам. Вот, окисление кислорода должно идти в физиологических параметрах, а фосфорилирование – это получение энергии за счет солей фосфорной кислоты. Почему? На это нужно обращать внимание, потому что применение альфа-нектаров в терапевтической дозировке резко повышает уровень преобразований из остатков фосфорной кислоты АТФ, аденозин-трифосфорная кислота, а это энергия. Вот откуда появляется энергия, движение, желание выполнить больше работы, больше заработок, там в семье себя нормально вести – это тоже один из симптомов, который мы запомнили. Все, кто принимает альфа-нектар, являются очень правильными семьянилами и положительными гражданами Российской Федерации. При иммунных, гипоиммунных состояниях, за счет повышения фагоцитарной активности макрофагов и числа гранулоцитов в костном мозге, в плазме крови, увеличится количество иммуноглобулинов и выравнивается работа вилочковой железы. То есть мы, когда даем альфа-нектар, мы как бы повышаем иммунологическую реактивность организма. Я подчеркиваю, повышаем иммунологическую реактивность организма, но ни в коем случае не стимулируем иммунную систему. Почему? Потому что если человек начинает стимулировать иммунную систему, он стимулирует фактор роста, фактор сосудистый фактор, а это онкология. А мы с вами говорили, что альфа-нектар и водород стоят на страже возникновения онкологических заболеваний. То есть на ранних этапах, когда еще опухоль не сформировалась, а только появились первые нарушения в составе клетки, альфа-нектар сразу дает сигнал к нейтрофилам, которые начинают уничтожать или иммунокомпетентные клетки, которые смотрят за этим и начинают выравнивать это состояние. Вот альфа-нектар мы применяли при лечении астонического синдрома и синдрома хронической усталости, при хронической интоксикации. Ну, я тут, я думаю, что все слушатели наши не потребляют алкоголь, но если соседи у вас потребляют алкоголь, то вывод из состояния абстиненции можно осуществлять великолепно с помощью альфа-нектара. Ну, я думаю, вам это не пригодится, но вместе с тем вы должны помнить, что этот фактор тоже есть. Используем при лечении гипоксических состояний. А что такое гипоксия? Гипоксию, чтобы вы знали это, любое заболевание, заболело у вас горло, гипоксическое состояние, нанесли себе траву, ударили коленом, гипоксическое состояние, значит, вот повысилось у вас давление, гипоксическое состояние, или, например, существует понятие такое метаболический синдром. Что такое метаболический синдром? Это все хронические заболевания, соединенные воедино, являются метаболическим синдромом. Поэтому профилактика и лечение, реабилитация после метаболического синдрома, это тоже входит в компетенцию альфа-нектара. Большое значение мы придавали лечению депрессии. Вот у меня диссертация была вторая по климактерическому синдрому. И мы там доказали, что применение антиоксидантов в климактерическом синдроме, это не обязательно у женщин и у мужчин, он еще хуже протекает, климактерический синдром. Вот он начинается с депрессии. То вот применение альфа-нектара, а это антиоксидант, он резко снижает концентрацию малонного гида, снижает уровень депрессии. И человек буквально на глазах становится активным и здоровым. Кроме этого, мы применяли в составе комплексной терапии при лечении нарушений ремоделирования костной ткани. Что это такое? Вот в России мы вообще, чтобы вы знали, мы счастливые люди. В России нет заболевания такого заболевания, по крайней мере массового, остеопороз. Почему? Объясню. Мы до него не доживаем. А вот остеопении у нас буквально каждый человек страдает, каждый второй страдает остеопении. Это менструация, нарушение менструации, роды, послеродовый период, хронические заболевания, метаболический синдром, старость, оксиданты и стресс ведут к остеопении. Так вот, коррекция, нарушение ремоделирования костной ткани, оно возникает тогда, когда или кальция не хватает, или он плохо всасывается, или его много достаточно, но он очень сильно выводится из организма. Вот профилактика остеопении очень хорошо осуществляется, великолепно с помощью альфа-нектара. Лечение железодефицитных состояний. Мы не говорим анемии. Лечение анемии – это слабый, давай, диагноз. Нужно говорить, железодефицитное состояние. То есть тогда, когда эритроциты не могут переносить достаточное количество железа, и оно не адаптируется, оно не переносит достаточное количество кислорода, человек задыхается, гемоглобин падает и так далее, и так далее. Мы великолепно проводим профилактику с помощью альфа-нектара. Теперь, нельзя забыть вот такую вещь. Есть такие состояния, которые вызываются с изменением кислотности, изменением PH. Вот, например, в определенных местах в ротовой полости, ну, если взять женщину, и ниже пояса, в полостях, там должна быть кислая среда. Кислая среда – это 3,8,4,2. Если изменяется кислая среда, появляется тогда бактериалевый геноз, кандидоз. Вот, применение альфа-нектара нивелирует вот эти состояния. Кроме этого, применение альфа-нектара нивелирует PH среды. PH будет 7,36, и окислительный восстановительный танциал повышается до минус 200, минус 300. Что это значит? Это значит, что организм получает, клетка получает отрицательный заряд, и мы тем самым улучшаем состояние межтканевой жидкости. А всю энергию, все питательные вещества человек получает не из крови, а получает из межтканевой жидкости. Поэтому влияние альфа-нектара на состояние межтканевой жидкости также великолепно. Кроме этого, вы должны помнить, что вот я хотел бы в двух словах остановиться на состояние биосинтеза арахидоновой кислоты. Вот все, у кого есть заболевания, связанные с нервной системой, или радикулит, там остеохондрозы, они все, там присутствуют нарушения синтеза арахидоновой кислоты. Выделяется цикл оксигназа-2, и тогда вот возникают деструктивные изменения нервной ткани. И человек лечится всю свою жизнь и не может никак вылечиться. Вот применение альфа-нектара регулирует применение арахидоновой кислоты. Вот это отвечать надо или как? Ага. Кроме этого, мы должны помнить о том, что применение альфа-нектара увеличивает биодоступность жира и водорастворимых витаминов и микроэлементов. Большая концентрация и устойчивость обеспечит более высокую степень стойкости от разрушающего действия тиаминазы и всасывания на основе пассивной методики. Вот применение альфа-нектара, оно очень показано, например, у тех пациентов, у которых есть заболевания суставов. Ну вы знаете, что мы очень многие страдаем от ударной нагрузки. Ну занятия спортом, женщины таскают вот всякие сумки с рынков. И за счет ударной нагрузки на суставы истончается хрящ. Вот хотя хрящ, хрящевая ткань коленного сустава, говорят, восстанавливается, но при отсутствии антиоксидантной терапии, и в частности, вот когда нет достаточной концентрации альфа-нектара, не происходит восстановление хрящевой ткани. Вот сколько вы не применяете хондероксин, дрейтин без альфа-нектара, без антиоксидантного свойства, не происходит восстановление. Кроме этого, мы не можем обойтись понятия такого, это дисплазия. С течением времени происходит старение тканей, диспластические изменения, стрессы, операции, операции без достаточного обезболивания. Какая-то хроническая инфекция длительная, она ведет к дисплазии. Что такое дисплазия? Дисплазия – это замещение мышечной ткани соединительной тканью. Когда у вас вырабатывается длинный коллаген, который приводит к дублению. Вот зачастую у женщин после 35-45 лет они не могут смеяться, чихать и прыгать. Вот применение альфа-нектара способствует профилактике и значительно облегчает состояние и профилактики дисплазии, и состояние вот этих нарушений работы сфинтеров. Так, по инфекции мы, да, при применении альфа-нектара мы очень обращали внимание при лечении инфекции. Это не значит, что если вы принимаете альфа-нектар, вы вылечите инфекцию. А вот в составе комплексной терапии лечение инфекционных заболеваний очень хорошо идут на фоне. То есть вы выравниваете антиоксидантные свойства, антонную терапию, и затем великолепно идет лечение инфекционных заболеваний. Нельзя не остановиться на заболеваниях сосудов и сердечно-сосудистой системы. Ну вот все мы знаем, что сердце у нас пламенный мотор, и оно, пока оно сокращается, до тех пор протекают жизненные все процессы, человек живет. Но вот сокращение сердечной мышцы идет за счет актина и миозина. И мы должны здесь делать как бы шаг назад. А при чем здесь альфа-нектар и актин и миозин? Так вот, доказано, что применение альфа-нектара резко увеличивает информационную насыщенность клетки. И когда резко увеличивается информационная насыщенность клетки, то клетка с большей энергией отвечает на применение антиоксидантов. И тогда клетка имеет не три канальца, а на фоне применения альфа-нектара нами 14 больше канальцев. И тогда происходит движение натрия, калия и кальция. Вот, например, сказано, что калий находится в клетке. Соотношение калия и натрия 32 к 1. А соотношение в клетке и вне клетки. И вот эти соотношения нарушаются, клетка по-другому действует. Или, чтобы увеличить поступление кислорода в ткань, нужно обязательно давать антиоксидант. Тогда улучшается работа калиево-натриевого насоса. А он увеличивается при применении или присутствии водорода. Поэтому мы и говорим, что при заболевании сердца, при ослаблении сердечной мышцы, при нарушении метаболических каких-то нарушений, обязательно нужно применение альфа-нектара, потому что потребление кислорода увеличивается. И я пару слов хотел бы сказать о циркуляции. Микроциркуляции я уже говорил, но применение альфа-нектара улучшает состояние общего периферического крови. То есть спазм, сосудистый спазм прекращается, улучшается ударный минутный объем, снижается общее периферическое сопротивление крови. То есть вы сразу увидите, как сосуды работают, изменяется окраска нижних конечностей и работа сердца. Теперь много можно говорить о том, что применяется в офтальмологии, улучшается зрение. И мы уже говорили, что лучше лечатся инфекционные заболевания и по ротовой полости. О том, что восстанавливается кислотный состав ротовой полости, улучшается питание десен. Не бойтесь, альфа-нектар не влияет на зубную эмаль. Совершенно доказано это. Ну, что еще можно говорить здесь? Ну, вот зачастую, в общем, спрашивают. Вот применяем альфа-нектар, а вот у меня там вдруг возникает какое-то как бы обострение. И я бы не стал бы называть это обострением, а как бы адаптация к новым условиям существования. То есть резко, представляете, человек существовал в стадии спазма длительного, нарушения кровоощения. И вдруг расширяются сосуды, кровь лучше циркулирует, появляется больше питательных веществ, обменный процесс изменяется. И вот это изнародие можно говорить как обострение, но я бы сказал просто, это вот организм еще не готов принять вот эти улучшения. Ну, давайте мы немножко к вопросам, а тут верх-низ там уже было. Ну, вот я вот сейчас буду читать. Вы сказали, что нет, есть функцион... Можно ли применять кормящие мамочки? Ну, а почему нельзя? Пожалуйста, нет никакой это... Моей маме 86 лет, она ест только молочные каши, что делать? Ну, я не знаю, но деньги есть, если... Пожалуйста, не обязательно с молочной кашей это все. Можно молочную кашу съесть, потом через час принять альфа-нектар. Ну, 86 лет... Ну, вы знаете, это же чисто субъективно. Надо смотреть, а что там? А там может что-то такое, надо конкретно знать. Кто производит? Были ли исследования? Да, да. Значит, ну вот я вам скажу, я бы вообще сказал, что производитель это российский человек, и производит все это он в России, но такие условия, когда... Вы же знаете, когда придут, налоги заберутся, еще что-нибудь заберут, поэтому немножко так выносят за пределы. Но я думаю, что российский, с российским паспортом человек, то здесь все нормально. Клинические исследования, их столько провели клинических исследований, что у нас только есть одно вот непроведенное клиническое исследование, и мы вам можем делегировать. Это вот длительное применение, в течение многих лет, применение альфа-нектара. Вот это мы будем прислушиваться. Но у нас тоже есть, уже несколько лет люди применяют постоянно вот это. Так, можно ли применять альфа-нектар после 80-ти? Хронический панк-ребрага. А почему нельзя положено даже? А что, убегает? А, вот-вот-вот, давай, я вот, все, я понял. Все, давай, хорошо, давай, давай. Давай с самого начала. И вертите. Ну давай, да, все, отпусти. Так, глаукома как таракта, как применять и есть ли результаты? Мы совершенно спокойно можете применять по одному-два флакона в день, только малыми вот дозами не сразу выбиваете, и все. Снижает лицо сахар в крови. Что-то убежало. А, вот, большой стал. Хорошо. Я ничего не делал, она сама так появилась. Так, болезнь Паркинсона как используется? Вариант Эль. А? Саня, Соболь, Саня, вы раскрыли, вот смотрите, не ведете. Да, ну что делать? Ну вот, смотрите, вот, видите, это же шпичка, вот она двигается, да? Вот мы ее двигаемся, да. Все, и вы вот тут... Да, и вниз теперь, да? Да, и вот так вниз. Все. Я сейчас немножко буду, я вот читаю, и это, отвечать буду. Шук, шук, звук есть. Слабо, чуть громче опять. Можно это, в альфа-аментологии есть, так, были клинические. Клинические исследования были на разных этапах, и очень много было. Болезнь Паркинсона тоже самое. Вот. Применяли, значит, и болезнь Паркинсона, и болезнь Ацгеймера тоже есть способы применения. Почему идет назначение кормящим. Ну, а вы знаете, у кормящих, вы понимаете, тут вот такая штука с кормящими. Значит, вот раньше существовала методика такая, что можно кормить год, два и три. Ну, вот наша точка зрения иная. Больше семи месяцев не надо кормить, во-первых, потому что, во-первых, мастопатия, после семи месяцев в молоке там ничего нет, кроме вода. И неправильный привкус формируется, и своего ребенка обделяете. Поэтому больше семи месяцев не надо кормить, и все. У меня нарушение сердечного ритма. Ну, при нарушениях сердечного ритма Альфа-Панектар не будет вам нарушать сердечный ритм. То есть, только благоприятно. Сколько лет на рынке? Пять-шесть лет стабильно на рынке. Так. Так, так, так. При позвоночной грыже. Ну, позвоночная грыжа, вы знаете, позвоночники несколько отделов. Есть шейный отдел, грудной, поясничный. Не играет роли, где позвоночная грыжа. И Альфа-Панектар будет улучшать питание, улучшение кровообращения, улучшение выработки короткого коллаги. Так что там есть прямо вся статья назначать. Так. Отмечены случаи, когда применяют больные с сахарным диабетом, применяют Альфа-Ник, происходит снижение. Но обязательно нужно следить за уровнем сахара. Вот смотрите, за уровнем сахара и коррегировать, естественно, прием лекарственных препаратов. То есть, должна быть терапия комплексная. И нужно соблюдать соотношение применения Альфа-Ликтара. Если происходит снижение сахара, значит, коррегируйте прием лекарственных препаратов. Пообъясните, пожалуйста, свойства как иммуномодулятора. Значит, вот я вам сказал, что за счет повышения активности нейтрофилов происходит опосредованное повышение иммунологической реактивности организма. Повышается концентрация иммуноглобулинов G в клеточном факторе иммунитета. Вот таким образом. Есть ли противопоказания? Ну, практически противопоказаний нет. Не надо только пить сразу 10 флаконов, не пейте, и не будет противопоказаний. При остром элите не повредит, не повредит. А наоборот, будет способствовать предупреждению дальнейшему развитию. Для снижения веса. Ну, для снижения веса, если вы будете пить только альфа-нектар, мало поможет, надо чуть-чуть меньше есть еще. А вот работа желудочно-кишечного тракта улучшится, как я сказал, всасывание лучше. Будет уменьшено количество свободных радикалов, шлаков. И за счет этого, за счет улыбания перистальтика кишечника, у вас будут положительные эффекты. Ну, вот при генетических заболеваниях, если я вот вам скажу, что вот прям применяйте альфа-нектар, и вся генетика выправится, будет лучше, я не скажу, что прям вылечиться. Для этого существуют специальные методы лечения, и отчаиваться не надо, но будет способствовать через улучшение кровоснабжения, улучшение питания, за счет улучшения метаболических процессов будет намечаться положительная динамика. Вот, например, при ДЦП есть наблюдение, когда применяют. Как сейчас я вам говорю, какие применяются ваши продукты, цена. Цена я вам не скажу, это вы у своих, там, товарищей узнаете. А в каких объемах, я уже сказал, 2-3 флакона в день, это будет достаточно, наверное. Если у вас большая масса или большая нагрузка, наверное, чуть-чуть надо увеличить это все. Это еще соотносится к массе и производимой вами работы. Есть, например, случаи, что применяете 4 флакона в день, особенно спортпены или вот кто, там, шахтеры, вот это длительная работа. Какой свой продукт вы преподносите, как продукт у всех проблем? Применять его можно. Ну, вот это, я вот не знаю, кто это написал, вот это, НЛ. Вот, ну, по-моему, я так не говорил, зачем вы мне приписываете такие слова. Во-первых, это не мой продукт, вы обо мне очень хорошо думаете. Я бы хотел, чтобы это был мой продукт. Это раз. Во-вторых, я не сказал, что от всех проблем. Прям это два, и можно применять всегда и при любом заболевании. Вы просто настроены какой-то на негатив. Сказки я не рассказываю, я достаточно реальный человек. Вот, у меня специальность такая, я акушер-гинеколог, поэтому я сказки не люблю. Вот, и вы знаете, что акушер-гинекологи реальные люди. Поэтому не надо приписывать то, вот, и результаты живых людей. Вот, никто еще не помер от применения альфа-нектара. Поэтому, если кто-то хочет применять его с целью укорочения продолжительности жизни, здесь не пойдет это, не пойдет. Не можно применять. Ну вот, с детьми, вообще с детьми нужно быть очень осторожны. Нужно проинтересуйтесь. Если было вот такое заболевание, как геморрогический воскулит, нужно узнать, чем это вызвано. И хорошо проконсультироваться. И, я думаю, вот, первое, что я вам бы посоветовал, во-первых, взять один флакон, разделить его на шесть частей. И одну шестую применить, и посмотреть, как будет. Через время чуть-чуть побольше, вот. И степ от степ, вот, посмотреть. Другого нет. Можно применять вообще даже циалисты калий. В очень малых дозировках. Или мухомор. Вот я, например, недавно прочитал, что мастопатию лечат мухомором. Единственное, маленькая доза. Ну вот, лечит ли парадонтоз? Великолепно. В составе комплексной терапии. Великолепно лечат парадонтоз. Есть ли противопоказания? Вот противопоказания. Ну вот, все сразу хотят лечить онкологию, и метастазы, и все. Ну вот, нельзя человеку отрезать, ну, надежду последнюю. И альфа-нектар не является препаратом первого класса, который лечит онкологические заболевания. Он улучшает общее состояние, улучшает коробращение. Он способствует работе желудочно-кишечного тракта. Он двигательно-активно улучшается. А посредственно в составе комплексной терапии противораковой, да, она включает в себя там операцию, химию терапию, рентген терапию. Я думаю, что это будет не противопоказано. Так, у меня нет друзей, которые подскажут цену. Где можно узнать? Опять ЛН. Вот НЛ, да, вот у меня тоже нет этого, как вы говорите. Вот, мы с вами одной крови, наверное, да. Но вот цену, если вы потом свяжетесь, я вам подскажу. Я знающих людей узнаю и вам скажу. Значит, при раке шейки матки какая стадия, какая стадия и какие производились манипуляции. А просто так вот рак шейки матки лечить альфа-нектаром я вам не советую. При раке шейки матки существуют другие, более эффективные методы лечения. А в составе комплексной терапии с целью реабилитации, но проблем. Вот мне подсказывают, что цену спросите у модератора. Вот, так, напишите Елена Низельская. Я напишу вам лично, если вы оставите свои координаты, оставьте, вот, электронную почту или скайп, напишу. Я чувствую, что вы углубленный человек, с удовольствием пообщаемся с вами. Можно ли употреблять таблетки и уколы во время приема альфа-нектара? Вот, во время приема альфа-нектара я бы вам не советовал делать уколы и таблетки. А вот до приема альфа-нектара или после приема можете. А так не совсем получится, руки будут заняты. Так, никто не помер. Это не показатель для вложения денег. Где можно узнать результаты? Вот у меня, узнайте результаты, я вам рассказываю. Опять Юлия Наумова. Вот, не буду в это ввязываться в цены, в цены, но я думаю, не те, которые вы здесь озвучиваете, но я вот не знаю сколько. Спасибо, сколько флаконов в упаковке? 25. 25-30? 25. Вот, 25, я знаю, что 25. 25 миллилитров. Так, можно ли совмещать альфа-нектары с другими БАДами? Можно ли при этом, во-первых. Я вот вам что скажу. Видимо, я не очень убедителен был. Значит, альфа-нектар это достаточное. Хотите препарат, хотите БАД, хотите, как называете, достаточный, и он не требует совмещения. Почему не требует совмещения? Он достаточный для того, чтобы воздействовать на все перечисленные вот эти вещи. И вот, если вы говорите о других БАДах, там ведь нет водорода, и потом вы не знаете с другими БАДами, там будет он воздействовать на свободные радикалы от кислорода или от азота, да? А что зря выбрасывать деньги, да? Если есть препарат, ну, вот вы ездите на Мерседесе, вам нужен заборожец? Нет. Ну, можете только на мусорную яму поехать, вывезти этот, какой, что тут? Я не трогал. Ну, ничего, ничего, это. А, вот все, есть. Попадает. Так, напишите, ходите на бои, бои финги, ходите на бои. Ходите на бои финги, на бои финги, бои финги. Бои, а я не знаю, что такое. Вы извините, вот, Тамара Павликова, я не знаю, что такое бои финги. А что такое, не знаю. Ну, ладно. Ну, свой скат не буду писать, тут есть люди, которые дадут, и через них со мной можете связаться. Это сетевик, который пришел с негативом уже. Ага, ну, ничего. Нет, вы понимаете, что не надо ни на кого обижаться. Человек, который, вот, я считаю, что... Ты туда, чуть, потом. Я не думаю, что, вот, на кого-то надо обижаться, потому что каждый человек хочет что-то узнать для себя. И ничего страшного в этом нет, когда задаются вопросы, которые, как вам кажется, не приятные. Нет, я очень позитивно воспринимаю все вопросы, и это даже как-то развивает ум, и стараюсь как-то вот понять, и, может быть, о чем-то подумать. И больше отношу это к тому, что я не всегда был, видимо, убедителен. Над собой буду работать. Вы настроены... Вы знаете, Шнейдер Тамара. Вот вы знаете, Тамара Шнейдер, да? Я вам вот скажу одну такую фразу. Вы понимаете, у меня примерно похожая настоящая фамилия, как у, примерно. Поэтому вы знаете, сколько вы перенесли серьезных проблем в жизни. Поэтому вот не надо так говорить, что я на Луне живу. Я живу на Земле, и достаточно насмотрелся в жизни. Если хотите более точно пообщаться, вот в дальнейшем можем пообщаться. Помогает ли простатития? Значит, простатит – это заболевание, вызванное наличием инфекции. Лечить нужно инфекцию, серьезно лечить. Если потом свяжут, хотите, я вам там продиктую персонально, как лечить простатит. И в составе комплексной терапии мы рекомендуем альфа-нектар. Обязательно. Почему? Потому что улучшить нужно кровоток. И ни в коем случае не соглашайтесь на массаж. Чилийцы динамичные, игроки с хорошим командой. В виде восьмерки. Восьмерку, если пополам разрезать, будет доллар. Вот не надо массаж делать, потому что, во-первых, деньги платите, а во-вторых, инфекцию внутрь загоняете. А что такое брифинги? Брифинги, ну брифинги. Ну я понимаю, что такое брифинги, но не знаю, что дальше. Слово одно просто. Ой, с гемангиомой. Гемангиома, все-таки давайте гемангиому. Есть специально дерматологи и онкологи, которые лечат гемангиому, да? И лечат, занимаются ею. И на какой-то стадии, в составе комплексной терапии, вы применяете альфа-нектар. Но ни в коем случае не вместо лечения онколога-дерматолога. Ну при артритах и артрозах, вы уже говорили, что в составе комплексной терапии он помогает. Почему? Потому что он улучшает кровоток, он улучшает восстановление хряща, он стимулирует выработку короткого коллагена и снижает воспаление околосуставной сумки, через который принимать после химиотерапии. Мы, например, рекомендуем во время химиотерапии применяем. Великолепно действует. Задаю интересно, есть ли у вас вопросы, если у вас ответы на мои вопросы. И вот, ну правильно, хорошо. И мы на все вопросы стараемся ответить. Мне объясните, вы относите этот продукт к... Нет, не отношу к иммуностимуляторам ни в коем случае. Вот альфа-нектар, он опосредованно влияет на иммунологическую реактивность организма. Почему? Потому что иммуностимуляторы, они стимулируют фактор роста, сосудистый фактор и нарушают процессы апоптоза. Вот альфа-нектар лишен этого. Ну, на людей пожилого возраста, вот начиная с климактерического синдрома, пожалуйста, улучшение кровообращения, снижение концентрации молонного адегида, снижение и интоксикация головного мозга, обратное всасывание, аспирация при инфарктах и инсультах, улучшение трофики нервных окончаний, нервной ткани. То есть в пожилом возрасте это вообще препарат выбора. Почему вы так шифруетесь? Ничего я не шифруюсь в силу специальности, и вы же знаете, моя специальность – акушер-гинеколог. Но если я не буду со всеми, да, знаете, до чего-то будет, да? Я вообще-то вот такая штука. Есть правило такое, знаете, врач должен соблюдать дистанцию. Как только дистанция между пациентом и врачом разрывается, там очень много не всегда интересных вещей получается. Хотя, хотя с некоторыми хотелось бы разорвать дистанцию при кожных заболеваниях, таких акне, при кожных нейродермитах мы с удовольствием применяем альфа-нектар. Почему? Потому что я уже говорил, улучшается состояние. И вот кожа имеет пять слоев, три слоя мертвые, два слоя, они формируются за счет ламинарного кровотока, за счет улучшения кровоощения и питания непосредственно вот этих двух пограничных слоев. Вот когда мы применяем альфа-нектара, снижаем мы периферическое сопротивление, улучшаем питание, и тогда формируется гладкая кожа с хорошим кровоснабжением и питанием. И вот почему кожа получается не сухая? Почему? Потому что в результате цикла крепуса получается молочная кислота и вода, и кожные покровы как бы увлажняются, и вот не будет тогда вот этих дерматитов. Это было пояснение слову «борнфиги» в рифинге. Ну, ладно. Антиоксидант, иммуномодулятор, обменный процесс нормы клетки, улучшает эрологию крови, помогает добавить токсиды, зашкаливание. Ну, вы понимаете, а какие еще могут быть побочные результаты чистого здорового организма? К сожалению, вот здесь вот Людмила, Людмила, я очень бы хотел у вас, чтобы вы мне показали хоть одного человека, который имеет чистый здоровый организм. Дети, я как шер-гинеколога вам скажу, дети в 80% с чем-то рождаются внутричерепной травмой. Это вот гипоксия и уже формируются какие-то заболевания. Дети новорожденные, а дети до 15 лет имеют три и более хронических заболеваний. Что же тогда говорить о тем, кому, так грубо говоря, за 40? Там вообще атас просто. Почему, пожалуйста, я отвечаю на все вопросы. А вот здесь сейчас из Чехословакии, по-моему, просто продукт чудесный, превентивный, конкурентный. Ну вот из этого, из Чехословакии я могу вам сказать, что на сегодняшний день нам тоже ведь, понимаете, если взять, встать в позу и сказать, что вот альфа-нектар это все, это все, это солнце просто. Это, наверное, не так. На сегодняшний день пока никто не предложил, вот чтобы в составе антиоксиданта был водород, чтобы была черная смородина, черная рыбина, ну вот как из народного эпоса, да, и чтобы была кислота. И чтобы не обладал аллергической реакцией и практически не наносил вреда организму. Ну вот есть, назовите такой, мы с удовольствием, ведь нельзя быть все время на первой позиции. Наверное, когда-то нужно стать на вторую позицию, еще на какую-то позицию, но мы вот здесь вот не пытаемся занять первое место на Вселенной. Вы понимаете, есть такое еще выражение, что можно взять в одном фужере, набрать витаминов и микроэлементов, вот как хотите, и не надо альфа-нектар, ничего не получится. Почему? Да потому что, вот, например, витамин А, витамин С, витамин Д, витамин Е и коэнзим работают только в связке. А эта связка еще должна иметь определенную пропорцию. Начнете составлять, получите то, что не нужно. Поэтому здесь уже штампованно все сделано. Ну, я думаю, давайте будем говорить, искать новое. С течением времени что-то выяснится новое. Мы с удовольствием перейдем на более интересные вещи. Имеются ли ваши проекты, когда преиспорим данные пропорционные результаты, улучшения восстановления зрения, при катаракте, в случае исключения. Ой, вы знаете, все-таки я не окулист, но я точно знаю, что при катаракте улучшается кровоток глазного яблока, да, улучшаются обмены процесса, снижается уровень выделения шлаков, улучшается уровень концентрации супероксидизмудазы, каталазы, супероксидизмудазы, перуктазы, и тем самым создаются условия для нормального метаболизма. А это является одним из подспорьев при заболевании, о котором вы говорите. Но это не значит, что вы принимаете альфа-нектар и не обращаетесь к окулисту, и если вам предлагают операцию, то вот говорите, что нет, я не буду оперативное вмешательство применять. Здесь нужно смотреть по, как говорят, по местности, по ситуации. Да, 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 да. Я тоже так понял, Людмила, что нужно понять, и это очень рационально. Я даже приветствую ваши вопросы, как хотите. Всегда в споре, в какой-то дискуссии рождается истина, так что все нормально, все хорошо. Хорошо. И Шнейдер, Тамара, я тоже вам говорю, Беседер, Беседер, да. Применяется альфа-нектар при лечении бронхолегорической дисплазии у детей. Да, я уже говорил, что при дисплазиях, при всех видах дисплазии, я бы сказал, с успехом применяется альфа-нектар. Мы применяли, например, очень много применяли у женщин с опущением, выпадением, при недержаниях, при инконтиненциях. Хорошие результаты. Почему? Потому что дисплазия уходила, у нас даже есть лекции. Мы встретимся, может, когда-то и продемонстрируем вам вот эту нашу работу по профилактике дисплазических процессов у пациентов. Генетические заболевания, фенилкетонурия, этот привод. Ну, фенилкетонурия, она не так чиста. Там, по-моему, один случай на сто, по-моему, по детям, я знаю, на сто тысяч родов, по-моему. Ну, это же нужно поймать еще фенилкетонурию. Ну, вот так, чтобы и потом один-два случая, там же нельзя статистику делать. Но я думаю, лучше, хуже не будет, хуже не будет. Ну, вот правильно, вот Дарья вот тут пишет, что при альфа-нектара появляется огромная энергия. И вот с чем это связано? Вот я даже по себе скажу, прямо на третий этаж по лестнице, на крышу, спокойно я залажу туда-назад. То есть, вот энергия движения за счет улучшения объема движения, за счет улучшения питания в суставах, за счет улучшения работы центральной нервной системы. Вот именно, когда он освобождается от токсинов, голова лучше работает. При кисте яичников, значит, киста яичников, она обусловлена тем, что у вас идет гормональная недостаточность. И яичник не справляется со своей функцией, а он как бы работает за себя и за того парня. И он как бы вот, знаете, как помпа работает, и вырабатывается киста яичника. Здесь опосредованно, то есть за счет улучшения кровоснабжения яичников, за счет улучшения гипоталямогоперезидарной системы, может улучшиться работа яичников. Но нужно посмотреть, в каком возрасте это вообще еще. Если в этом молодом возрасте, то киста яичника, она вот к бесплодию проведет. Потом какой смерть кисты. Если это киста после 40 лет, это уже называется кистома. Тут надо по факту смотреть. Значит, вот очень много пугают нас и в литературе, и по телевизору, что там у нас в сосудах прям бляшки какие-то вот образовались, и там все зареет. Это все так надумано очень сильно. Здесь другая же вещь. Вот я вам говорил, что каждая клетка нашего организма покрыта жировой оболочкой. Вот для того, чтобы не было антиоксидантного стресса, чтобы эта жировая оболочка не съедалась, нужно применять альфа-нектар. Альфа-нектар улучшает кровоток, улучшает микроциркуляцию, циркуляцию в мелких сосудах, артериолах и венулах. И увеличивает тонус вот этих сосудов. Если у вас будет ламинарное движение, размеренное движение, не будет завихрения, ни у каких у вас не будет там бляшек, и сосуды не будут завиваться. И интима сосуда будет работать великолепно. Поэтому вот немножко здесь начинают чистить сосуды, бляшки чистить. Но если уже бляшки появились, то уже это предсмертные, еще нужно доказать, были ли они или нет. А в целях профилактики великолепно действует альфа-нектар. Так, при восстановлении обмена процессов организма восстанавливается железо внутренний свет, и у вас появляется энергия. Ну, восстанавливаются железо внутренней секреции. А какие железо внутренней секреции? Их столько много. Энергия появляется, чтобы вы знали, вот тут Людмила мне помогает. Людмила. Значит, Людмила, энергия, я еще раз говорю, появляется за счет того, что остатки фосфорной кислоты, соли фосфорной кислоты, в результате реакции превращаются в АТФ. То есть аденозин-трифосфорная кислота является прародительством АТФ. И энергия вырабатывается за счет аденозин-трифосфорной кислоты. Мне помогать не надо. Я сам знаю вот это. Вот. Миома высокой степени. Миопия высокой степени 6,5. Но опять же, через улучшение кровотока, за счет улучшения питания, за счет изменения метаболизма. Что в основе заболевания лежит изначальная поломка иммунной системы. Почему это питание должно получать? Значит, ведь правильно я вот сказал, мы не стимулируем иммунную систему. Вы сами себе даете, вот, гость, я не знаю, кто гость. Я еще раз подтверждаю, мы не стимулируем иммунную систему. И поэтому мы предупреждаем стимуляцию фактора роста сосудистого фактора. И они ведут к онкологии. А раковая клетка, чтобы вы знали, раковая клетка, вот, считается, она ведь, мы же еще раньше говорили, предупреждение возникновения онкологии, или, как вы написали, раковая клетка идет на ранних этапах. Улучшается работа ОТК, которая смотрит, есть ли изменения в клетке. И сразу клетку направляют на, как сейчас говорят, реновацию или реанимацию. И вот если не происходит реанимация, то альфа-ректар способствует улучшению функции нейтрофилов. И они, нейтрофилы, макрофаги, они съедают эту поломанную клетку. Вот через это идет. Вот еще раз подтверждаю, мы не стимулируем, а мы улучшаем иммунный процесс, улучшаем иммунологическое состояние организма. Так, при аутизме, ну, при аутизме все-таки вот ко мне в личинку, добавьтесь по аутизму. Ну, я думаю, что не будем мы захватывать вот эти аутизм. Так, при бронхиальной астме великолепно помогает. Почему при бронхиальной астме помогает? Потому что выравнивается гормональный статус, улучшаются слизистые бронхи, они не сохнут. Улучшается пиковый поток выдоха, и тем самым и профилактика, и снижение тяжести бронхиальной астмы. Как может работать с инфекцией? Ну, вот я не знаю, атеросклероз и почему вы думаете, что инфекционный генез? Ну, вот я думаю, что атеросклероз все-таки инфекция, но не уж прям инфекционный. А работа с инфекцией, альфа-нектар помогает в составе комплексной терапии. И вот вы, например, лечите инфекционные заболевания, вы же применяете не только антибиотик, обязательно нужна комплексная терапия. Если вы не будете принимать антиоксидант, а при инфекции снижается иммунологическая реактивность организма, с ней возникает антиоксидантный стресс и снижается антиоксидантная защита организма. Да как будете? Вы всю жизнь будете лечить инфекцию, если не будете применять антиоксиданты. Поэтому я и говорю, в составе комплексной терапии. Ну, вот при обострении. Это не обострение, это реакция организма на улучшение кровообращения. Представляете, вот был спазм, вдруг сосуды открылись, улучшился кровоток, улучшилось питание, а вы не можете, вот уже ваш организм приспособился к уцененному ее работе, к такой вот как бы немножко половинчатой работе. А вдруг вот это считается как обострение. Это не обострение, это вы пытаетесь выйти на стезу нормальную. Как влияет при сахарном диабете 2 и восстанавливает щитовидную железу. Значит, в составе комплексной терапии, под контролем обязательно, сахарный диабет под контролем. Потому что, когда вы принимаете длительное, то создается условие, когда можно снижать уровень приема препаратов при лечении сахарного диабет. Нужно очень аккуратно это делать. Это можно под контролем сахара, глюкозы, нужно смотреть обязательно. Мы знаем, что раковые клетки отслеживают клетки киллеры. Вы знаете, когда появились раковые клетки, киллеры уже проспали это. Вот киллеры должны работать на ранних этапах, когда начинает поломка, когда нарушается работа, процессы апоптозы нарушаются, когда не работают рецепторы, когда не работают нейтрофилы. Вот на этом, вот здесь нужно работать. А когда уже появились раковые клетки, тогда уже несколько другие дела нужно. Чтобы вы знали, я вам скажу, раковая клетка возникает при размере опухоли 2 мм. Если вы зафиксировали 2 мм, метастазы уже сидят за счет распространения полимфатической системы. Они уже сидят по местам. Поэтому уже там, как говорят, поздно пить боржоми. В основе бронхиальная астма не только аллергический компонент. А вы знаете, что вот, вот гость опять, вот у меня в диссертации, я почему так спокойно говорю насчет бронхиальной астмы. Вот бронхиальная астма почти все, ну вот много пациентов, женщин, были те, которые принимали в юности, в детстве, в зрелом возрасте гормональные препараты. Те, кто применял контрацептивы, гормональные препараты, ну естественно, которые имели заболевание дыхательной системы, в дальнейшем развивается бронхиальная астма. И вы знаете, что есть 4 стадии бронхиальной астмы, а уже потом обструктивный бронхит и все такое. И, а куда еще в губь смотреть? Вот мы, например, при бронхиальной астме, когда мы давали, выравнивали гормональный фон, то мы резко снижали уровень глюкокортикоидов. Да? Вот вам, вот пожалуйста. И плюс, когда даешь антиоксидант, вообще приходилось, что надобность в применении глюкокортикоидов, но только не в последних стадиях бронхиальная астма, отпадала. Это мы делали в клиниках, если вы доктор, вы знаете, доктор Полеев такой работает, академик Чучалин, вот мы работы проводили вместе с ними. Альфа-Нектар оставит безработных медиков. Вряд ли, вряд ли. Заболеваний столько, и пациентов столько, что всем хватит работы. При рассеянном склерозе, мы всегда говорим, ну, можно применять и при рассеянном склерозе, и при болезни Паркинсона можно применять. Вот. Результаты есть, не такие впечатляющие, но есть. Так что нормально. У племянницы псориаза, в связи, поможет для альфа-Нектар. Мы... Есть такой опыт применения псориаза, при лечении псориаза. Мы, например, еще параллельно применяли плазма-ФРС, очень хорошо. Плазма-ФРС, антиоксидантная терапия, результаты есть. Попробуйте. Вот. Ой, просто. Ну и нормально. Доктор-терапевт нормально, ничего страшного нет. У нас есть... Вы понимаете, мы имеем опыт, просто имеем опыт лечения бронхиальной астмы различных степеней в различном возрасте. Ой. Ну, гормональный фон никак не может быть связан напрямую с умной системой. Гормональный фон – это одно дело. И что вы имеете под гормональным фоном? Вот, например, уровень... Вот все говорят, гормональный фон, гормональный фон. Вот говорят, что с возрастом там пропадает эстроген, да, и прогестерон. Но это же не так. После 20 лет вообще нет эстрогенов, а есть суррогаты эстрогенов, ну и как будем говорить о гормональном фоне. Или, например, женщины, которые длительно кормят грудью, да, они обрекают себя на длительную интервенцию пролактином. Пролактин съедает ЛГ, ФСГ и ТТГ. Почему вот... Вот, понимаете, тут не связано это все. Уже не дает. Скайп, конечно, не дает. Мы не правы сейчас доказываем, мы с этим работаем, что весь... Значит, вот, мне очень подчинены вы. Значит, я вам скажу этот ответ, легкий очень вопрос. Весь организм, это... Вы хотите сказать, что организм, это все целостное. Это глубокая неправда. Был такой великий ученый, Иван Петрович Павлов. Он был большой обманщик. Вот он впервые сказал, что организм, это одно и то же. Это неправда. Вот если, не дай бог, ну там, не у вас, а у кого-нибудь, там, нарывает палец, мизинец, это же не значит, что у вас ухо болит. Вот вам, пожалуйста, результат. Иван Петрович Павлов был неправ. Вы не следуете этому. Организм не есть единое целое. Право потребили. Ой, это, я думаю, боли в правом подреберье, там же могут быть индуцированы разным. Обычно это может быть связано, допустим, с улучшением кровотока печени, или током желчи, или консистенция печени начала изменяться. С течением времени печень становится доля, особенно вот доля внизу. Она, печень, она твердая, и улучшается кровообращение, и так далее, и так далее. Почему? Как понять, мы старее после рождения? Ну, конечно, как только мы родились, мы начинаем стареть. И у нас уменьшается уровень гормонов, улучшается питание, нарушается метаболизм, и все. Ну, мы работаем с профессором Дадали. Ну, и работаете, слава Богу, ну и что? Я же не говорю, что он хороший или плохой, я его не знаю. Ну, дай Бог ему здоровья, и вам тоже здоровья. И работайте, и дальше. Если этот ваш симбиоз приносит вам счастье и денег, я за вас рад. Результат расскажите, над чем вы работаете. Если нет серьезных проблем со здоровьем, вы применяете. Вот, Пименова Наталья, очень хороший вопрос. Если нет серьезных проблем со здоровьем, как применять альфа-нектар с профилактической целью? Вот, вы великолепны, у вас, видимо, состояние, у вас нет никаких проблем. Пить не надо только. Принимайте, принимайте альфа-нектар по полфлакона, два раза в день вы будете еще лучше. У вас стабильное состояние, и я буду рад за вас только. Несмотря на кислую, сразу уже перестала мучить изжога, просто удивительно. Да, вот почему перестала мучить изжога? Значит, там существует два клапана. Да? Вот на входе в желудок есть клапан. И когда вы применяете альфа-нектар, улучшилась кровоток и улучшилась работа вот этого клапана. Ваш желудок очистился от прилипаний. Слизистая стала чистая, и нет зашлакованности вот этого, и клапан стал лучше работать. И вот эта заслонка не дает возможности вот этой кислоте подниматься вверх. И потом, если применять альфа-нектар маленькими глоточками, кислоты не чувствуете. Там совсем другой вкус получается. Вот попробуйте флакончик за восемь приемов с небольшими перерывами вот так маленькими глоточками принимать. Совершенно другой вкус. Значит, вот хороший вопрос Елена Зеленская. Как долго принимать перерывы? Перерывы нужны во всем. И как долго принимать? Ну вот если у вас есть симптомы, еще заболевания, да. Естественно, когда-то вы не можете там... Если у вас нормализовалось, то, естественно, вы делаете какие-то перерывы обязательно. Но помните о том, что ежегодно два килограмма свободных радикалов у вас остаются. Поэтому вот мы так вот обречены какую-то часть жизни расходовать запасы энергии и всего, а потом восполнять постоянно. Витилиго, ну, Витилиго, все. Так, ну, что уже? Там не надоел я вообще? Как? Надо спросить. А? Много вопросов еще? Ну, уже хватит. Уже все вот так же ответил. А, вот еще. Выпивала, опять выпивала Альфу по целой бутылке утром натощак. Были сильнейшие, были сильные, голодные. Ну, так что, на голодный желудок. А зачем принимать Альфа-Нектар? Я вот так не могу прямо вот так говорить. А зачем натощак принимать? Ничего не надо натощак принимать. Ну, хотя, но, хотя, но вместе с тем. Вот, знаете, я вам скажу. Вот все, что попадает в желудок, находится в желудке два часа. Поэтому большого вот этого беды нет. Натощак, не натощак вы приняли. Ну, вот в таких случаях возьмите, если у вас в жоге, возьмите, запейте водой. А лучше покушайте что-то. Что делать? Вот, поэтому вот... После еды. Да? Может, после еды принимать? После еды, после еды. Еще раз. Можно после еды. Ну, вот я говорю, вы примите пищу и примите Альфа-Нектар. Вы маленькими глоточками, вот. Потом возьмите еще, запейте водой. Обычно... Ну, вот тут дефект, видимо, приема. Вот дефект приема. Ответ. А, на Витилиго. Витилиго. Ну, вот мы... Он лечит это с большим трудом. И вот сказать вам, что вот прям будете принимать Альфа-Нектар и вылечите, нет. Но вот все-таки сводится, это все сводится к тому, что все-таки нарушается питание, нарушается восприятие кожи, восприятие вот ультрафиолетового улучения, там солнечное облучение. Ну, вот какой-то вот метаболизм какой-то, видимо. По крайней мере, хуже не бывает. Хуже не бывает. А вот я говорил, что улучшается питание кожи, улучшается формирование кожи, улажняется кожа при применении Альфа-Нектара. Пояснище было, ну, короче, я не мог сказать, когда при приеме это можно повторить. А при чем? Понимаете, поясничная грыжа, и чтобы Альфа-Нектар, после приема Альфа-Нектара человек не мог подняться с постели. А при чем тут грыжа? Это разные вещи. Межпозвоночная грыжа – это когда, извините, часть хряща выходит из соприкосновения двух позвонков. Ну, а Альфа-Нектар как что, затолкает туда-назад ее, или наоборот выдавит? Нет. Но Альфа-Нектар улучшит кровоток у каждого позвонка в поперечных отростках, проход артерии, вены. Вот за счет улучшения кровотока улучшится питание, может быть, улучшится. Но тут еще есть физиотерапевтические процедуры, там вы можете, там, массажное кресло. Другое дело, вместо грыжи не надо рукой массировать. Вот, и такие вытяжения. У нас есть опыт лечения межпозвоночных грыж. Вот давайте созвонимся, и мы даже можем и диагностировать, есть аппарат, где можно действовать, в каком позвонке, какая грыжа, какое состояние, может быть, там кровоизлияние, нужно гематому рассасывать. Нужно принимать продукт постоянный, есть какие-то курсы приемов. Но мы обычно, вот, для того, чтобы стабильный эффект, для того, чтобы, понимаете, вот человек входит в курс лечения, но для того, чтобы принимать, ну, нужно 5-6 месяцев, это точно, чтобы выправить ситуацию. А потом, смотрите, вот, если у вас, мы смотрим по состоянию малонного альдегида, по состоянию, общему состоянию, по кровотоку, смотрим периферический кровоток, потом у нас есть аппаратура, где мы отслеживаем. И вы можете смотреть соотношение кислорода, фосфора, можно смотреть, можно смотреть концентрацию свободных радикалов, можно смотреть по состоянию межтканевой жидкости, можно по концентрации липидов, вот, можно смотреть. То есть нужно, нельзя вот доходить до мышей, а вот два дня пьем, а потом неделю отдыхаем. Нужно объективно это смотреть. У вас, вот, был вопрос по туберкулезу лимфоузлов. Ой-ой-ой-ой, значит, туберкулез. Туберкулез, все-таки, знаете, туберкулез лечится в специальном санаториях, специальные доктора, в состав комплексной терапии, пожалуйста, применяйте альфа-нектар. Он улучшает лимфоток, работу вот в лимфатических узлах лимфы, он улучшает работу, ведь к лимфатической системе относятся, это у нас, вот, миндалины, да, значит, лимфатические узлы, потом селезенка, это все лимфатическая система. И вот улучшение лимфа кровотока, вот здесь, оно может привести и полезность при лечении туберкулеза. Потом улучшение иммунологического состояния организма, улучшение состояния крови, лимфа крови, кровотока, это все будет в положительную сторону. К вам приехать не сможем. Я в Якутии много раз был, у меня там много друзей, и вот бывший главный кушаргинеколог Якутии, моя подружка хорошая. Я в Якутске очень много был, так что вы не можете к нам приехать, мы к вам можем приехать детям. Спасибо за ответ, я сегодня основной проблемой, сегодня это проблемы с иммунитетом, я говорю, погодай. А не надо, вот вы знаете, вот гость отвечает, вот я вам скажу, вот забудьте про иммунокорректоры. Я вот вам говорю, это не потому, что я вам говорю, вот применяйте альфа-нектара, иммунокорректоры. Не шутите с иммунитетом. Вот у меня в первой диссертации был иммунитет, я смотрел, да, вот я смотрел гуморальный фактор иммунитета. Там голову сломать можно, а по клеточному иммунитету или местному иммунитету вообще. Поэтому вот я аккуратно вам говорю, повышайте защитные силы организма, опосредованно будете повышать защитные силы организма и повышать иммунологическую защиту организма. А там начнете стимулировать иммунокорректоры, это потом, вы же потом человеку через 5 лет встретитесь, а у него проблемы, а вы же скажете, а я при чем здесь? А вот вы могли бы явиться источником вот этого нарушения его иммунологической реактивности. Я вам еще вот, знаете, напоследок вот, в общем, хорошую, одну вещь скажу. Значит, альфа-нектар улучшает информационную насыщенность клетки, он увеличивает проницаемость клетки, клетка открывает больше канальцев, информации больше идет, и клетка с большей эффективностью отвечает на неблагоприятные результаты. Кроме этого, вот очень многие говорят, а, пищевая добавка, а, вот еще, еще. Еще Гиппократ сказал, он хотел бы дожить до того времени, когда пищевая добавка становится лекарством, а лекарство пищевой добавкой. Так вот, лекарство идет к цели напрямую и после себя оставляет кладбище. То есть вы даете антибиотик, он убивает все. И потом начинается дисбактериоз, дисбиоз, пищевая добавка или БАД, как хотите назвать. Идет окружным путем к клетке, подходит и открывает информационную насыщенность, открывает канальцы, улучшает питание клетки, улучшает кровообращение, улучшает ответ. И самое главное, что альфа-нектар, мы тут все не захвалишь, оно дает клетке отрицательный заряд. И когда вот инфекция подходит к клетке отрицательной заряженной, то проскакивает искра. И за счет электрического разряда инфекция уничтожается. Кроме этого, укрепляется оболочка клетки. Клетка становится непроницаемой. Вот если, например, подходит герпес, герпетическая инфекция, он как круче вгрызается в оболочку клетки, а она получила антиоксидант. И главный рецептор аж забит антиоксидантом, и инфекция не может проникнуть в клетку. Кроме этого, мы поговорили с вами о действии митохондрии, это вот электростанция клетки. На фоне применения альфа-нектара формируется мегаэлектростанция, мегамитохондрия. То есть выделяется больше энергии, больше АТФ. И таким образом, мы вот, укрепляя клетку, мы противостоим болезни вот этим заболеваниям. И, например, когда мы говорим о профилактике дисплазии, вот в норме слизистая должна иметь 40 слоев. Тогда выделяется, накапливается достаточное количество гена, и идет цикл крепца, который нам рассказывали в институте. И когда идет цикл крепца, то образуется кислота и вода. Вот слизистые увлажняются, кислосреда, инфекция не возникает. И так же в организме. Но это идет на фоне насыщения антиоксидантами. Ну вот, что же вы свое имя не называете? Как не называю? Называю. Станислав Александрович, фамилия Шаповаленко. В интернете посмотрите, что я скрываю. Я же не девушка, чтобы скрывать свое. Я уже далеко, к сожалению, не молодого возраста. Но так думаю, что еще поживу. Ну, как вы, Александр Александрович, вы скажите им, что кто вы? Ну, наместник Бога на земле. Ну вот, я так думаю, уже я надоел вам. Поэтому вот я немножко так заканчиваю. Если еще есть вопросы, то давайте, говорите. Я еще способен еще ответить. Ну, так в основном, так для первого случая, наверное, достаточно. Значит, при беременности на больших сроках. Значит, вот насчет беременности. Во-первых, нужно применять на предгравидарность с целью предгравидарной подготовки. Почему? Потому что уже когда надо рожать и начинают применять альфа-нектар, а чего вы применяете? А там, может быть, вы такое собираетесь родить, что мама не горюй. Нужно обязательно на стадии предгравидарной подготовки в первый триместр, в второй. А в третий, так сказать, уже вы даете запас народу, вот энергия, чтобы мышцы лучше не сокращались. Но лучше это отнести до того, когда вы начинаете делать то, от чего наступает беременность. Жан Саранова. Я написал, гость, Жан Саранова. Ну, очень приятно. Недолго, но Жан Саранова. Очень приятно, госпожа, Жан Саранова. Ну, я очень... Будем теперь это общаться. Будем знакомы теперь. Офис Рязани. У нас есть хороший результат. Рязань вообще хороший город. Я вообще раньше очень часто туда ездил, лекции читал. Там вся кафедра кушерства, гинекологии, все хорошие. Там Миров такой до сих пор, по-моему, работает еще. Хорошие друзья. Так что... Прекрасный город Рязань. Много очень там церквей, храмов. И люди такие хорошие. Я удивлюсь, что такое сейчас уже знают люди и будут принять. Тем более, как бы... Меня предупреждали. Я удивлюсь, что такое сейчас уже знают. Тем более, как... А что? Кормящие дети. А кормящие чего? А чего там плохого в этом? В альфа-нектаре? Я вот не знаю. Чего кормящие? Почему? Почему? Своих детей от прививок. Ну, вы знаете, прививок предохраняют по-разному. Бывает, не доверяют прививкам. Бывает, не доверяют врачам. Здесь нужно разбираться вообще. Это несколько такое интеллигентное дело. Но вот кормящие и дети, это вообще кормящие. Вообще, чтобы вы знали, вот женщина в послеродовом периоде, которая кормит ребенка, у которой недостаток кальция. Ведь 25 граммов кальция плод у матери забирает. Поэтому у кормящей развивается остеопения. У нее нарушение гормональное. У нее длительное выделение пролактина. Пролактин съедает большинство гормонов. То есть, как раз-таки, эту женщину, кормящую, нужно поддерживать. Вот. Так что тут ничего такого нет. Ой, если бы были здоровые еще женщины, рождали здоровых детей. А так я очень ничего не хочу сказать про женщин вообще. Но я просто спрашиваю. У нас в стране столько пьют, столько курят, столько что-то там плохое делают, столько болеют, столько абортов делают. Инфекция, передающаяся по-моему, по Тёмскому, растет все время количество спринт, да, ВИЧ-инфицированных. Откуда будут здоровые дети, да? Ну, вначале нужно вот на это обращать внимание. А уж потом начинать говорить, что, ой, а если мы дадим альфа-нектар, а вот ребенку, что... Да вы родите здорового ребенка вначале. Вот это правильно говорят, человек без БАДов, что машина без бензина. Ну, я думаю, что где-то рядом с этим. Значит, вот я не говорю за всех, как говорят, за всю Одессу не буду говорить, мы говорим ли с вами про альфа-нектар. Поэтому мы отвечаем за альфа-нектар. Вот будете принимать альфа-нектар от альфа-нектара, от приема вы не будете ходить по врачам, это точно. Все влияет на человека. Конечно, все влияет на человека. И эта жена влияет на мужчину, влияет. Тоже влияет. Не всегда положительно. Или мужчина на жену тоже влияет. Не всегда положительно. А дети так вообще только отрицательно, мне кажется, влияют. А спиртной и табак убивают. Ну, они... Убил. Инсулин-зависимым как? Инсулин-зависимым принимать обязательно под контролем. Инсулина под контролем. Уровня сахара, глюкозы обязательно осмотреть. И смотреть, если происходит резкое снижение, то нужно и уменьшать количество инсулина. Но обязательно с врачом советоваться. Но отмечено, что применение альфа-нектара благоприятно влияет при сахарном диабете. Номер один и ДИП-2 тоже. Всё, сил больше нет. Читайте, пожалуйста. Я регулярно читаю. Я кроме этого, уважаемая, я не только читаю, но я и пишу ещё. Поэтому читайте и мои статьи, и научные работы. Читайте. Я в отличие от некоторых не только читаю, но и пишу. И за это ещё деньги мне платят. И, должен вам сказать, не очень маленькие деньги. Уже нет. Уже не хуже лекарственных препаратов. Убеждалась неоднократно. А то в них не верила давно. Ой, молодец. Вот Людмила Дегтяренко. Это точно. Но полностью от лекарственных препаратов тоже нельзя отказываться. Я вообще придерживаюсь или вместе в составе комплексной терапии, а иногда вместо с целью профилактики или реабилитации. Ещё одно. Они всё время пишут. Этого терапевта обидел, наверное, что сказал. Я не только читаю. Благодарим вас. Я тоже вас благодарю, что вы слушали меня. Наверное, уже надоело очень сильно. Всё? Я ещё продолжаю. А? Просто несколько человек. Чё делал? Я был, остался, умерли все. Часовые пояса. Всё? Ну, всё. Благодарю вас. Всё. Продолжение следует...